Анне Климчик, 71. Уже четвёртый год после смерти мужа пенсионерка живёт одна. По будням её навещает соцработник. Во всём помогает по дому. По выходным приезжают дочь и внуки. А во время обильных снегопадов плечо подставляет Союз молодёжи. Конечно, это важно для каждого пожилого человека. Важно, чтобы и семья нормально относилась. Нас государство не обижает пожилых людей, кто обращается. Я знаю, такие, что не хочут обращаться, а соседей дёргают. Волонтёры БРСМ приходят по указанному адресу в назначенное время. Собой, если нужно, ребята приносят инвентарь. Количество помощников зависит от объёма работы. Как правило, в команде от двух до восьми человек. Взамен ничего, кроме человеческого спасибо. Снежный десант приходит на помощь к ветеранам войны, одинокопроживающим, инвалидам и другим нуждающимся. Уборка территории поддержка не ограничится. Молодые люди готовы наколоть дров, подпилить ветки, принести воду, а ещё купить лекарства или продукты. Ребята с разных колледжей, сотрудничают с нами, всегда проявляют инициативу, никогда не отказывают. Я думаю, что это очень важно. Всё-таки это и для них опыт, это и, можно сказать, связь поколений. Так что мы стараемся работать в этом направлении активно. Во всех комитетах Союза молодёжи работает горячая линия. Заявку на оказание услуг можно оставить по номерам телефонов, которые вы видите на экранах. Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.